Все мы любим магазин Икеа не только за товары, которые там продаются, но и за идеи, которые можно подсмотреть и использовать в своем доме. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, чем можно заменить магазин Икеа, если его нет в вашем городе. Это видео не спонсировано и у меня нет цели вам продать все то, что я покажу. Мне самой было интересно провести сравнительный анализ товаров для хранения по ценам и качеству исполнения. Я с удовольствием поделюсь с вами своими наблюдениями. Я надеюсь, что эта информация будет вам полезна при обустройстве своего жилья. Всем привет, меня зовут Саша. Мы сегодня поговорим о товарах для хранения и я отвечу, наконец, на самый популярный вопрос, который мне оставляют часто под видео. Где можно приобрести вот такие галошницы, кроме как в Икеа? Вы узнаете ответ на этот вопрос в конце данного ролика. Сегодня я посетила два магазина, это Хофф и Леруа Мерлен, поэтому именно в них я подыскивала аналоги. Давайте начнем с аксессуаров для хранения. Например, вот такого дозатора для жидкого мыла. В Икеа он называется Дроган и стоит 549 рублей. У меня есть такой дозатор. Я видела подобный дозатор в Леруа Мерлен. Здесь он имеет отдельный кармашек, в который можно положить какую-то щеточку. Единственное, что мне в нем не понравилось, сама емкость, в которую мы наливаем жидкое мыло, она замурована. То есть, если вода или моющее средство прольется под бамбук, у нас не будет возможности достать этот флакон и высушить его. Также мне понравился вот такой дозатор, он керамический и вставляется вот в такой бамбуковый стакан. Мне кажется, это более практичная версия такого дозатора. Пару лет назад я видела в Икеа вот такой настенный модуль, который был представлен в туалете. Мне вообще нравится идея организовать хранение над унитазом. В особенности, если такой прием поможет нам освободить дополнительное свободное пространство в других комнатах. В ванной, на лоджии или на балконе. Сейчас на сайте Икеа я не нахожу такую комбинацию, но здесь есть комбинация Boaxel, которая имеет более глубокие полки, которые можно установить уже над стиральной машиной. Я нашла аналог такой комбинации, тоже в магазине Leroy Merlin. Здесь также есть полки, которые можно разместить над унитазом, либо над стиральной машиной. Стеллаж такого плана я часто вижу в гостях у многих моих друзей. Тушен весьма удобен, смотрится симпатично. На сайте Икеа есть два вида таких стеллажей. Это Galax и Friedleff. Давайте выясним, сможем ли мы заменить стеллаж из Икеа аналогом из других магазинов. Как выяснилось, можем. В Leroy можно найти стеллажи такого плана. Они представлены в виде отдельных секций, такие вот квадратики, которые можно повесить на стену, а также несколько секций, объединенных в единых стеллаж. Поскольку я сама никогда не пользовалась таким стеллажом, то для меня визуально отличий нет между стеллажом из Икеа, стеллажом из магазина Leroy Merlin. Но если вы пользуетесь тем или другим, то напишите, пожалуйста, в комментариях, как они вам по качеству. Пару лет назад, когда я прочитала книгу «Ремоделист», я никак не могла найти проволочные корзины. Потом они стали продаваться и в Икеа, и в Zara Home, и в H&M Home. Сейчас также их можно приобрести в магазине Leroy Merlin. Здесь можно найти корзины сетки маленького размера, средние и большие. Вот эти белые мне очень понравились. Поэтому, если вы давно хотели организовать хранение с помощью таких корзин, то теперь вы знаете, где их еще можно найти. Вот такой держатель для столовых приборов на кухне, я как-то показывала в своем видео, не очень хорошо о нем отзывалась, но мои подписчики дружно сказали, что вещь эта стоящая, и их ни разу не разочаровывала. Я решила рассказать о том, что Leroy Merlin видела очень похожую банку для хранения, но, к сожалению, не нашла ценника к ней. Эта банка имеет также поддон. Я заглянула из любопытства на сайт Leroy Merlin и нашла там банки для кухонных принадлежностей. Правда, выглядели они немного иначе, зато здесь есть цены. Мне очень нравится в Икее линейка Варьера с различными контейнерами для организации хранения. Но я была приятно удивлена, когда несколько месяцев назад увидела очень похожие контейнеры в Leroy Merlin, и даже приобрела себе один из них. Хочу сказать, что в Leroy эти контейнеры покупать выгоднее. Причем, что качество материала ничуть не хуже органайзеров из Икея. Например, в ванной комнате у меня есть большой и маленький органайзер такого плана, и я точно помню, что один из них покупала в Икее, а второй в Leroy Merlin. Но какой именно, я не помню, а по качеству их реально не отличишь. Если вам хочется организовать хранение в прозрачных пластиковых контейнерах, а в Икее заказать их сейчас невозможно, то я уверена, что вы легко найдете аналоги в хозяйственных или строительных магазинах. В Leroy, так же как и в Икее, можно отдельно купить и крышки, и контейнеры. А если купить комплект контейнера за 685 рублей, то можно сразу получить 3 контейнера с крышкой. Если вы брали уже такие контейнеры, то напишите, как вам они по качеству. Что ж, вот такая подборка товаров для хранения у меня получилась сегодня. Я надеюсь, что это видео вам было интересно и полезно. Все ссылки на мои другие социальные сети я оставлю в описании к этому ролику. Что же касается обувницы из Икее, которая так полюбилась моим многим зрителям за то, что можно ее использовать очень многофункционально. Ее можно приобрести в магазине Хофф. Конечно, представлена она не во всех торговых залах. Например, в том Хоффе, где была я, я ее не нашла, хотя ранее видела. Но на сайте, на момент записи этого ролика, я нашла несколько штук, которые можно было заказать. Поэтому, если вам очень хочется приобрести себе похожую галошницу, то можете присмотреться. Я оставлю на всякий случай ссылку, поскольку я предчувствую много вопросов по этой галошнице. И буду рада снова видеть вас на своем канале. До новой встречи! Ваша Саша.